Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И сегодня выпуски. Крымск и Сочи свидетельствуют. Охота на покупателя. Торговцы не дремлют. Лето на спортплощадках «Аншлаг». По данным Северокавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, режим чрезвычайной ситуации в результате подтоплений в крае еще не снят. На общегородской планерке заместитель главы города Владимир Забураев подчеркнул, на что необходимо обратить внимание в первую очередь в Анапе. Римск недавно был. В Мариуме уже чуть-чуть подзабывается. В Сочи вот она. Видели какие следы, что несет за собой ливень и так далее. Я хочу сказать, что обязательно еще раз нужно продублировать. Службы соответствующие, чтобы все, каждого предупредили о такой ситуации, чтобы все были на готове. Еще одна самая такая ситуация – это по обводному каналу. Если просьба срок 1-9, мы уже провели разработку и очистку этого канала, необходимо поднять архив, посмотреть и определить работы, в течение двух лет, работы по очистке этого канала. Фотографии застройки Сочинской реки, вышедшей из берегов, подтверждают, что бездумная застройка не только поймы реки Хирота, но и самой ее излученной жилыми домами, мостами, объектами предпринимательства привела к созданию искусственных заторов и естественного затопления. В Анапе места возможного подтопления контролируются, их мониторят регулярно, но обводной канал, протяженность которого 13 километров, обследуют теперь более тщательно. По фактам искусственных заторов будут немедленно приняты меры. По результатам этой работы мы готовим отдельный репортаж. И в продолжение темы. Ни дождь, ни сильный ветер для отдыхающих не помеха. На пляжах побережья людно, даже несмотря на штормовое предупреждение и запрет на купание. В Анапе погода в последние дни не радовала любителей солнечных ванн и шоколадного загара. Управление гражданской обороны и защиты населения три дня подряд передавало штормовое предупреждение. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Из-за больших волн купаться на пляжах города было запрещено. Но отдыхающих не смущали ни волны, ни черные шары предупреждений на спасательных постах. Сильные волны могут тащить море, поэтому есть опасность утонуть, просто захлебнуться. И спасатели не всегда успеют, либо заметят. Не разрешалось воду заходить. А кто был в воде, все погоняли. Конечно. Сказали, мне в жизни нельзя купаться. У меня даже дочка старшая, она обижалась на это. Но так, чуть-чуть плавали на берегах. Только на волнах и все. Ну вот здесь, в смысле, где мелко. МЧС стояла под маслом, там все нормально было. Будьте бдительны. По объявлению штормового предупреждения, купаться в море не разрешается. Не забывайте, в нетрезвом состоянии заходить в море запрещено. Большой опасностью являются высокие волны для детей. Штормовое предупреждение передается службой спасения. У нас установлены в голубой дали громкоговорители, которые слышны сюда. Обязательно ответственный по пляжу звонит своим спасателям и дает команду запретить купание. Вывешивается черный шар, убирается разрешительная система и устанавливаются таблички о запрещении выхода. На сегодня погода успокоилась. Гости и жители города снова могут нежиться в теплом море. В Анапе молодежь активная, инициативная и любознательная. Молодые люди стремятся все знать и перенимать опыт у старшего поколения. Встреча молодежи с председателем городского совета депутатов Леонидом Кочетовым это подтвердило в полной мере. Молодежь не абстрагируется от политики и решения важных общественных проблем. Напротив, молодые люди Анапы хотят все знать, понимать и помогать. Теплая неформальная обстановка за чаем располагает к откровенной беседе. От того, как вы будете, какое получите образование, какое получите воспитание, насколько вы будете морально, нравственно, устойчивы тем стрессовым ситуациям, которые нам выдвигает современный мир, будет зависеть не только будущее на обновлении, но и будущее России. Я хочу сказать, что наша молодежь вызывает чувство гордости. И это правильно, потому что молодежь курорта доказала, что она самая лучшая. Из 44 муниципальных образований именно Совет молодых депутатов Анапы в краевом конкурсе в 2014 году занял первое место. Вознаграждение, премию в 3 миллиона 400 тысяч рублей, потратили на строительство многофункциональной спортивной площадки в станице Анапской. За вклад в развитие местного самоуправления председателя Совета молодых депутатов Анапы Светлану Хижняк наградили медалью. Вопросы своему гостю, председателю городского совета депутатов Леониду Кочетову, задавали непростые. Политическая обстановка в стране и городе, значение победы в Великой Отечественной войне для современного мира, нравственное и патриотическое воспитание, говорили о гражданской сознательности и традициях русского языка, коснулись проблем в системе образования. Особое внимание уделили серьезному вопросу подготовки кадрового резерва. Очень интересно, если честно. Абсолютно максимально откровенный разговор сегодня состоялся. Мы неравнодушная молодежь и очень бережно относимся к тому, что делает Совет муниципального образования, к тому, что делает администрация города. И нам приятно со стороны молодежи сохранять все то, что есть, и приумножать это. Ребята понимают, что именно они – будущие управленцы и политики. Им строить будущее и вести свой город и страну к процветанию. А для этого им еще многому нужно научиться. И они знают у кого. Галичные пляжи Суко – излюбленное место отдыха гостей курорта. А проход к морю густо населен торговыми ларьками и кафе. В большинстве своем торговцы не удовлетворяются торговыми площадями и выходят, как истинные корабейники, навстречу клиенту. Мнением отдыхающих, идущих к морю, здесь явно пренебрегают. Да и законом тоже. Даже такой шашлычник в белоснежном халате все-таки должен знать, что его рабочее место не на тротуаре. К тому же документы, разрешающие работу самого кафе, давно устарели. И подписи на них давно не существующих руководителей контролирующих органов. По сложившейся за многие годы традиции отдыхающие представляют она по территории хороших домашних вин. Поэтому никто, кроме проверяющих, не смущен названиями суррогатного продукта, не имеющего ни сертификата качества, ни лицензии. Но это ни за счет документов не будет. Никаких товарных накладных. Можно вызвать смело полить 100%. То есть не может быть и лыча на конике, тетропаки. Тут будут однозначно без всяких маркировки. Все вопросы о предоставлении ОН их остаются безответными. И только активная реклама баннеров в защиту предпринимателя. Но призывные слоганы не спасают ситуацию. Самодельный дурман изымают, и количество его еще раз свидетельствует о размахе нелегального бизнеса. Не стесняются своего неразрешенного бизнеса и на пляже, где не думают и о безопасности своей, и безопасности отдыхающих, явно используя газовые приборы. Но успокаивающие при этом бдительность рейдовой группы тем, что все это якобы никому не принадлежит. А ведь на таком ветру гореть будет такое заведение, как спичка. Так что усмешки в адрес проверяющих выглядят по меньшей мере глупо. Горький опыт последнего пожара это хорошо подтвердил. Стремиться к работе на современном уровне в СУКО пока мало желающих. На селекторном совещании обсудили работу антинаркотической комиссии в муниципалитетах. Проблема наркомании на Кубани остается острой. За полгода в край на учет поставили более 700 человек. На очередном заседании антинарка вице-губернатор Николай Далуда доложил о работе антинаркотических комиссий в муниципалитетах. Ведь сколько я уже говорю, понимаете, очень много людей страдает от того, что не знают, к чему может привести употребление наркотических средств или веществ, или токсических веществ. Поэтому информация, газеты, радио, телеканалы, школы, техники, не знаю, что еще. Дворцы культуры, улицы, мероприятия все. Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и доля курящих школьников в крае снизились. Вице-губернатор призвал активизировать профилактическую работу с молодежью, приобрести и организовывать показы фильмов. Николай Далуда отметил, что наркомания – проблема, с которой нужно бороться каждый день. В завершении заседания глава курорта Сергей Сергеев дал ряд поручений своим чиновникам, чтобы ситуация в Анапе не ухудшалась. Госавтоинспекция продолжает борьбу с нетрезвыми водителями. С 19 по 28 июня в Анапе, как и во всем Краснодарском крае, проходило специальное профилактическое мероприятие под условным названием «Бахус». Несмотря на постоянную профилактическую работу сотрудников ГИБДД, водители продолжают употреблять крепкие напитки и садиться за руль. В рамках операции «Бахус» в усиленном режиме выявляли нетрезвых водителей. Сотрудниками отдела ГИБДД совместно с сотрудниками отделенного взвода ДПС выявлено 900 нарушений, из которых 10 нарушений водителям транспортных средств, управляющих автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. За прошедший период проведения операции составлено 10 простоколов по статье 12.8, часть 1. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 10 транспортных средств задержаны и поставлены на специализированную стоянку. Владельцы этих транспортных средств нескоро вновь сядут за руль. Операция завершилась, но борьба с нерадивыми автолюбителями продолжится в усиленном режиме до конца курортного сезона. Самый любимый и самый красивый. Анапчане продолжают конкурсное состязание на звание самого уютного дворика в Анапе. Мы уже увидели несколько воплощенных и креативных идей по благоустройству территории. И сегодня побывали у хозяев двора на улице Маяковского, 80. Двор дома номер 80 на улице Маяковского поменялся во внешний облик 4 года назад. Жильцы решили создать здесь уголок, привлекающий внимание и занялись озеленением. Превратили территорию дома в зелёный оазис. В апреле этого года здесь появилась новая цветочная клумба. Её готовили к 70-летию Великой Победы. В центре города такие клумбы везде расположены. Но в спальных районах, которые находятся здесь, где мы живём, Это такая единственная клумба, наверное, которая действительно достойна памяти ветеранов. Идея создания клумбы принадлежит Галине Фоменко. Неравнодушные жильцы дома высадили в цветнике петуни, тую, кусты можжевельника и спиреи. 4-5 человек энтузиастов, которые помогают ухаживать, мы поливаем, обихаживаем эту клумбу. Именно обихаживаем. Галина Николаевна Фоменко раньше преподавала иностранные языки в школе номер 4. Её бывшие ученики помогли в оформлении клумбы. У меня есть свои ученики, которые меня любят, ценят и уважают. И в качестве подарка они своими руками выложили эту клумбу. Много растений, цветов и кустарников украшают остальную придомовую территорию. Татьяна Штальбаум вместе с детьми разрисовали стены дома, соорудили собственную поляну сказок и заселили её разными зверятами, которые сделали из подручных материалов. Как признаются сами жильцы, чистота и уют вокруг помогают прививать культуру подрастающему поколению. Никто не топчет цветы и не мусорит. Стремление к красоте сплотило людей. У нас есть в планах мечты, энтузиазм, желание украшать и благоустроить наши дворы и превращать их в уютные райские уголки. Чем больше будет красивых и ухоженных двориков, тем радостнее и светлее будет жизнь на курорте. А о тех, кто станет победителями конкурса, мы узнаем на дне города. Большой спорт начинается с малого. В Анапе круглый год работают дворовые спортивные площадки. Они никогда не пустуют, особенно в летнее время. Чем занять себя в период школьных каникул, ребята знают. Девочки соревнуются в прыжках на скакалке, мальчишки гоняют мяч. Здесь и в футбол можно поиграть, и в бадминтон. Если летний зной утомил, есть шахматы и шашки. На отдых приехал, потом стал выходить, искать друзей. И вот зашел на площадку, нашел друзей и теперь регулярно сюда хожу, играю в футбол. Данил говорит, что в Анапе и в Мурманске между дворовыми площадками большое отличие. В Анапе получше будет. Почему? Ну, потому что, во-первых, тут как таковое покрытие, поле лучше. Там асфальт, а тут более резиновое. Удобное? Да. С 1 апреля на курорте, как и по всей России, возобновились соревнования по ГТО. Очень заинтересовало вот эти тесты по ГТО, заинтересовали многих всех возрастов. Это с 1 по 11 ступень. 11 ступень, вообще могут прийти даже бабушки, дедушки, этих деток, которые здесь на площадке занимаются, 70 лет. И первая ступень начинается с 6 лет. У меня уже большая половина детей и взрослых сдали эти тесты. Ребята могут сдать нормативы здесь же, на площадке досрочно и к началу учебы получить значок. На спортивной площадке возле дома Крылова, 6, к летнему сезону произвели косметический ремонт и полностью заменили покрытие. Ребята со всей округи с удовольствием приходят и приезжают на велосипедах поиграть со сверстниками. Я сюда хожу, потому что дома скучно, ну сидеть за компьютером это неинтересно, а тут хотя бы чем-то заняться можно, играю в баскетбол, с друзьями общаюсь. Площадка у нас всегда чистая, хорошая, вот покрытие новое стало. Виктор Павлович нам дает новые занятия, соревнования, чтобы мы не скучали. Виктор Попов работает на площадке инструктором уже второй год. Натянул волейбольную сетку, чтобы разнообразить досуг своих ребятишек, учит их играть дружно, разъясняет правила. Вечером еще больше здесь. Много стало приезжать отдыхающих детей и не только детей, но и взрослых. Мы работаем со всеми категориями жителями города, как нашего, так и приезжими. Всех принимаем. У нас площадка доступная для всех, многофункциональная площадка. Здесь мы проводим различные соревнования, спортивные игры, подвижные игры, баскетбол, стритбол, футбол, мини-футбол, пионербол, волейбол. Когда дети заняты полезным делом, особенно спортом, и родители спокойны. Им нравится. Ну, больше здесь, кроме такой вот площадки, здесь есть еще тут несколько. Но это то, что ближе к дому и то, что им действительно отчет дома сидеть. Впереди еще два месяца летних каникул. Площадки работают ежедневно и ждут всех желающих. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов Тайны Медной горы. В среду 1 июля в Анапе малооблачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 23-26 градусов. Ночью до 21 градуса тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды плюс 22 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайны Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайны Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Партнер программы – производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова